Всем привет! Вы находитесь на канале Voice Show! И это 5 крупнейших сражений за всю историю мира. Битва под Сталинградом, длившаяся 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Это самое крупное сражение за всю историю, которое развернулось в городе Сталинград, а также и в междуречии Дона и Волги, между советскими войсками и гитлеровской коалицией, ставшая переломным моментом Великой Отечественной войны. Данное сражение длилось почти год, в ходе которой с обеих сторон в общей сложности погибло свыше 2 миллионов человек. В ходе этого сражения вермахт потерял четверть своих сил на Восточном фронте. Более 90 тысяч человек были взяты в плен. Взятие Сталинграда для фашистской Германии было важной целью, поскольку Сталинград являлся промышленным городом с огромным количеством предприятий, которые выпускали военную продукцию. Также, захватив Сталинград, вермахт имел бы доступ к Волге, а уже оттуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась нефть, необходимая для дальнейшего продвижения фашистских захватчиков. Стоит отметить, что Сталинград к ноябрю 1942 года уже был почти взят немцами, и советские войска удерживали лишь низкую полоску суши. В связи с этими событиями Гетлер поспешил объявить на весь мир о захвате Сталинграда, но этому не суждено было совершиться. Благодаря разработанной операции «Уран», в которой принял участие сам маршал Жуков, а также героизму и отваге советских солдат, удалось переломить ход событий. Так, 19 ноября 1942 года Красная Армия нанесла мощные арт-удары по немецким войскам, после чего начала наступление силами танковых и механизированных частей. К 23 ноября советские войска замкнули кольцо, окружив 22 дивизии, численностью в 330 тысяч солдат. Однако Гетлер приказал главнокомандующему 6-й армии Паулюсу держать оборону в окружении, но это им не помогло. Кольцо начинало сужаться. Затем советское командование предъявило окруженным частям ультиматум, и понимая свою безнадежность, остатки 6-й армии в Сталинграде сдались в плен. Таким образом, именно после данного сражения русские войска перестали отступать, и перешли в решительное наступление, а в Германии по поводу поражения был объявлен трехмесячный траур. Кроме того, данная победа вдохновила союзников открыть долгожданный второй фронт и активизировать в европейских странах внутреннюю борьбу с гитлеровским режимом, то есть победа советских войск под Сталинградом дала надежду на победу в войне с гитлеровской коалицией. Мидуэйское сражение. Июнь 1942 года. Это крупное воздушно-морское сражение Второй мировой войны на Тихом океане между армиями США и Японии. Некоторые историки приравнивают данное сражение к значению битвы под Сталинградом, поскольку одержанная победа США над Японией в этой битве стала поворотной точкой в войне на Тихом океане. Все началось с того, что 5 мая 1942 года императорская ставка Японии издает директиву номер 18, в которой приказывает Объединенному флоту взаимодействуя с армией обеспечить захват Атолла Мидуэй и западной гряды Алиутских островов. После чего началась подготовка к нападению. Сражение началось утром 4 июня 1942 года. Самолеты японского авианосного соединения нанесли бомбовые удары по базе на Мидуэе, вызвав серьезные повреждения. Затем японские самолеты вернулись к себе на базу для перевооружения. Ответ не заставил себя ждать, и американские авианосцы стали приближаться к японским кораблям и нанесли ответный удар. Так началось масштабное воздушно-морское сражение. В ходе сражения японцы были сокрушены и понесли серьезные потери. Так японцы потеряли 4 тяжелых авианосца, 1 тяжелый крейсер, 250 самолетов и около 2500 человек, в числе которых были самые опытные пилоты японской палубной авиации. В то время как американцы потеряли 1 тяжелый авианосец, 1 эсминец, 150 самолетов и 307 человек. Значение данного сражения состоит в том, что победа США изменила расклад сил на Тихом океане, подавив инициативу японцев, и вынудила их перейти к оборонительным действиям. Битва при Ватерлоу. Последнее крупное сражение французского императора Наполеона I, произошедшее 18 июня 1815 года, близ Бельгийской деревни Ватерлоу. Так сражение произошло между армией Французской империи с участниками 7-й коалиции, европейских монархов, Голландии, Великобритании, Пруссии, Ганновер, Нассау, Брауншвейк, Люнебург. Эта битва имела огромное значение для Наполеона, поскольку это был его последний шанс вернуть себе титул и власть во Франции. Так, 18 июня 1815 года, в полдень, войска Наполеона атаковали англо-голландскую армию, численность которой была 70 тысяч человек и 159 орудий. В то время как армия Наполеона обладала небольшим преимуществом, 72 тысячи человек и 243 орудия. После полудня французы стали продавливать свои силы и появился шанс на победу, но этому не суждено было сбыться, так как на помощь англичанам вовремя пришла прусская армия, численностью в 52 тысячи человек. В итоге французская армия была разгромлена, численность погибших французских солдат приблизительно составляет 25-27 тысяч человек. В плен были взяты около 6-7 тысяч человек, а остальные бежали, в то время как потери победителя составили около 10 тысяч солдат. После поражения Наполеон Бонапарт был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где в дальнейшем и умер битва при Геттисберге. Это самое крупное кровопролитное сражение гражданской войны в США, произошедшее с 1 июля по 3 июля 1863 года в округе Адамс, штата Пенсильвания, между силами Союза Северных Штатов с Южным, конфедеративным штатом Америки. Причина конфликта состоит в том, что Северные Штаты поддержали Авраама Линкольна в борьбе с рабством, в то время как Южные Штаты с Центром воспрепятствовались этому и вышли из Союза. В данном сражении численность армии Юга составляла 75 тысяч человек, которая состояла из 9 пехотных дивизий и одной кавалерийской, в то время как численность армии Севера достигала 88 тысяч человек. Бой длился 3 дня, в результате которого армия конфедерации потеряла 20 тысяч солдат и была вынуждена отступить. У Союза Северных Штатов была возможность разгромить полностью войска конфедерации, но офицер Джордж Гордон Мид не стал рисковать, чем вызвал недовольство Линкольна. Данное сражение сыграло решающее значение для исхода гражданской войны, которая показала, на чьей стороне находится сила. Бородинское сражение Это сражение произошло 26 августа 1812 года у деревни Бородино, в 125 километрах от Москвы, между русской армией под командованием генерала Михаила Иларионовича Кутузова и французской армии под командованием Наполеона I, Бонапарта. Все началось с того, что Наполеон Бонапарт без объявления войны вторгся в пределы Российской империи и стал продвигаться вглубь страны. Так, русская армия в ходе сражения с французами была вынуждена отступить от Смоленска и расположилась у деревни Бородино. Но генерал Кутузов получил распоряжение от императора Александра остановить наступление Наполеона к Москве и в связи с чем решил дать бой. Так, численность русской армии достигала от 110 до 120 тысяч человек, в то время как численность армии французов достигала около 138 тысяч человек. Это было самое кровопролитное сражение на тот период времени. Так, каждый час на поле боя погибало и получало ранения около 6 тысяч человек. Количество потерь в различных источниках варьируется, от 40 до 60 тысяч убитых с обеих сторон. В ходе битвы французская армия отошла на исходные позиции, поэтому русская историография считает, что победу одержали русские войска. Однако на следующий день Кутузов, из-за наличия больших резервов Наполеона, которые спешили на помощь французской армии, был вынужден отступить, в связи с чем западная историография отдает победу в данном сражении Наполеону. Но с оговорками. КОНЕЦ КОНЕЦ